Четверть населения Латвии уже ощутила влияние коронакризиса на своих кошельках. Кто-то доедает накопления, а кому-то приходится закрывать свой бизнес. В этой ситуации тем, кто остался без работы, порой приходится чуть ли не менять профессию. Как пережить кризис и не дать обанкротиться, остальным расскажет Сергей Герасимов. С начала режима чрезвычайной ситуации в Латвии не прошло и месяца. А примерно у каждого четвертого жителя Латвии уже существенно снизились доходы. Таковы данные опроса финансового института Светбанк. Кроме того, две трети латвийцев пока не ощущают перемен, но чувствуют себя неуверенно. Они не знают, что будет дальше. И лишь каждый десятый говорит, что он уверен в будущем, и с его доходами ничего не произойдет. Увереннее себя чувствуют те, у кого есть накопление. Есть подушка, чтобы этот кризис пережить. По подсчетам экономиста банка Цитаделы Мартынша Аболынша, из-за коронакризиса экономика Латвии теряет по 25 миллионов евро каждый день. И убытки для страны уже составили полмиллиарда. Всему бизнесу тяжело, но буквально на грани выживания сейчас малый бизнес. Мой график на год просто рушится, как карточный домик. То есть все заграничные заказы, естественно, канцел. Анна Логинова, дизайнер интерьера, говорит, что отпала и большая часть местных заказов. В социальной сети Facebook Анна обратилась с призывом ко всем латвийцам не дать местному бизнесу умереть и покупать что-то, кроме гречки. Людей спрашивают, а что вы будете делать, когда все закончится? Вот вам разрешат тратить деньги, выходить на улицу, все. И люди начинают отвечать, я пойду в ресторан, я устрою праздник для своей семьи с аниматорами, я закажу фотосессию себе красивую на природе. Почему не сейчас? Может получиться так, что те, для кого подушка сейчас держится под замком, могут не дожить. Впрочем, те, у кого финансовой подушки нет, стараются урезать лишние расходы. И ситуация схожая во всех трех странах Балтии. Эстонцы, правда, чувствуют себя чуть увереннее, а в Литве настроения более пессимистичные. За восемь дней апреля число безработных в Латвии выросло почти на четыре с половиной тысячи. При том, что многие вакансии, наоборот, заполняются даже в тех сферах, где до кризиса была серьезная нехватка рабочей силы. Максима сейчас чувствует огромный интерес со стороны потенциальных работников. В апреле мы заключили уже 200 новых трудовых договоров, а рекорд — 40 договоров в день. Сначала мы предлагали людям заключать временные договоры на время простоя, но мы видим, что они выбирают долгосрочные. Люди приходят самые разные — из обслуживающего персонала, из сферы туризма. Больше всего из рижского региона. В госслужбе занятости говорят, что уже после Пасхи ожидают самый большой приток освободившейся рабочей силы. На рынок труда начнут попадать работники 27 предприятий, которые объявили о коллективных увольнениях.